Недавно наше видео «На зло отечества врагам счастливую семью создам» было опубликовано на популярном телеграм-канале «Соловьиный помет» и собрало множество комментов. «На зло отечества врагам счастливую семью создам!» «На зло отечества врагам счастливую семью создам!» В этом видео мы ответим на наиболее интересные комменты. Сам Соловьиный помет так прокомментировал наше видео. Результат отрицательной коммунистической селекции. У этих внуков красногвардейцев напрочь отсутствует элементарная базовая самокритика. А теперь попробуйте представить себе внуков этих дегенератов и России будущего. Это видео мы сняли 6 июля 2021 года к празднику 8 июля День любви, семьи и верности. И посвящено оно не коммунистам, а православным мракобесам из Русской Православной Церкви, которые вещают про то, что для получения сильного государства, оказывается, надо не развивать науку, образование, перевооружать армию современным оружием, не развивать промышленность, а оказывается, надо создавать правильные православные многодетные семьи, не делать аборты и рожать много детей. Я фразу «Назву отечество врагам, счастливую семью создам» впервые употребил в начале нулевых годов, двухтысячных годов, когда был пик активности этих мракобесов. И тогда это была очень злая сатира, потому что церковники серьезно противоставляли себя коммунистам. Только не размножайтесь, пожалуйста. Самые популярные комментарии – это про то, что нам не надо размножаться. При этом специально или не специально нас не отделяют от нашего сценического образа. Можем вас обрадовать. Мы первые православные чайдфри. То есть, по религиозному убеждению мы православные христиане, а по общественному убеждению мы чайдфри. Это значит свободное от детей. Мы считаем, что материнство требует умения и ответственности, и наличия достаточного количества материальных благ, в том числе и свободного времени. И если не можешь воспитывать детей, то занимайся лучше чем-нибудь другим, что у тебя хорошо получается. А к идеологии чайдфри мы пришли, когда узнали, что не можем иметь детей. По той же причине, по которой не могли иметь детей супруги Владимир Ильич Ульянов и Надежда Константиновна Крупская. То есть, по причине тяжелой хронической болезни женщины. Но, допустим, мы или наши сценические образы вам не нравятся. Причем тут не рожайте детей? Во-первых, у нас давно нетрадиционное общество, в котором дети в точности копируют родителей из поколения в поколение. А во-вторых, мировоззрение не передается генетически, а формируется обществом. У Вовы и Нади, которых мы только что упомянули, тоже не было детишек. Зато их единомышленников полным-полно по всему миру. Вместо детей мы рожаем наш контент и любим наших зрителей. Это брат и сестра, и родители их были братом и сестрой. Ошибаетесь! Мы муж и жена, и все наши родители тоже были мужем и женой. Это же Дмитрий Тарасов. Это сестра Артура Пирожкова. Группа комментариев про то, что мы похожи на кого-то, мы не родственники никому из знаменитостей. Ни Дмитрию Тарасову, ни Артуру Пирожкову, ни Симпсонам, ни Бивису и Батхиту. Хотя они крутые, мы их любим. Это православные тиктакеры. Обычно высмеивают консерватизм РПЦ. Здесь консерватизм государства. Да, мы тиктокеры. Канал Поточек, где 350 тысяч подписаты. И резервный канал Поточек, где 90 тысяч подписаты. У некоторых видосов больше 10 лимонов просмотраты. Правда, сейчас тикток в России ограничен, а на других соцсетях просмотров и подписчиков, эх, не хватает адски. Мы высмеиваем не консерватизм РПЦ, а мракобесие. Консерватизм – это приверженность тому, что устоялось и хорошо себя зарекомендовало. Например, церковно-славянский язык богослужения. Довольно часто консерватизм бывает даже полезен. А вот мракобесие, то есть агрессивное неприятие науки и образования, оно же обскурантизм, и выдавание художественного текста, нарратива, за факты, ну это однозначно вредно. А околоцерковная среда – это просто питомник мракобесия. Мы – сторонники популяризации научного взгляда на окружающий мир. Плюс у нас богословское образование, и в этом сочетании мракобесие нас очень сильно раздражает. Два дегенерата создадут только дебилов. Порожим бы луны. Группа комментариев посвящена нашей умственной неполноценности. Да, у меня действительно энцефалопатия с рождения, а у матери было ожирение матки. Кстати, показания к аборту. Но она без всяких провайферов решила рожать, потому что власти за третьего ребенка обещали дать какой-то полезный ништяк. Правда, с ништяком кинули, но зато у меня есть статус «Зато не аборт». То есть больной с рождения педагогически запущенный ребенок из неблагополучной семьи. И я могу троллить провайферов фразой «Те, кто хочет запретить аборт, должны мне донат». И от этой фразы их так тригерит, что хоть к психиатру веди, блин! А я сопровождающий Лены на всех мероприятиях для инвалидов. У меня инвалидности нет, поэтому я представляюсь просто дурак. А в семье у нас распределение ролей. Муж думает, готовит еду, ведет хозяйство, а жена эмоционалит и организует медицину, религию, отдых и креативный досуг. Плюс Лена еще фотомодель и главная женская роль в нашем контенте. А я сценарист и режиссер и видеомонтажер. В современной психиатрии термины «дебил», «имбецил», «идиот» не используются как морально устаревшие. Настоящие дебилы, имбецилы, идиоты не в психбольницах, а на автомобильных дорогах. И это подтверждено наблюдениями с видеорегистраторов. Они не наблюдаются у психиатров, раз имеют водительские права, но они ведут себя неадекватно и опасно для окружающих. Например, не включают поворотник, превышают скорость, объезжают шлагбаум на железнодорожном переезде. А во времена, когда писалась палата номер 6 или полет над гнездом кукушки, психиатрия была сильно другая, и пациенты психиатрии были тоже сильно другие. Например, я очень плохо просыпаюсь по причине патологии некоторых отделов головного мозга, которые даже видны, кстати, на МРТ. Если меня в таком состоянии привезти в школу и садить за парту, я неадекватно, обучаемость у меня нулевая, ну что делать? Особенно с учетом буллинга от сверстников, которым скучно слушать магаданскую училку. Поэтому я по утрам включаю по смартфону что-то научно-популярное или образовательное лежу и слушаю, потому что это мне интересно. А потом, когда организм настроится на активность, я встаю и живу полноценной жизнью, и мне все пофиг. Например, идешь в поликлинику, и пока ждешь приема врача, рассказываешь врачам и пациентам из клана антипрививочников, как работает векторная вакцина. А, и такое бывает. По крайней мере, замечательно, что они нашли друг друга. Спасибо, любимые. Познакомились мы в походе Великорецкий крестный ход Кировской области. По всем параметрам друг к другу не подходим абсолютно. Все, кто только мог, были категорически против нашего брака. А мне пофиг. И мне пофиг. А мне пофиг. Клоуны, фрики. Блогер. Это сам себе артист, сценарист и режиссер. Артисты бывают трагические и комические. Мы комические. Даже о серьезных вещах говорим с юмором. Хоть бы каску на голову надел, прикрыть лысину. Ну. Спасибо за творческую идею. Задамся поиском стильного головного убора. Или крестик сними, или СССР убери. Группа комментариев на тему несовместимости советской и православной символики. Почему? В СССР не было запрета на религию, но был запрет на мракобесие. И это было правильно. То есть, если хочешь читать, к примеру, Библию или иную религиозную литературу, то поступай на факультатив научного атеизма. Сначала изучи, как надо работать с историческими текстами, а потом уже читай ту же Библию. Чтобы не было клочка библейцев, так называемых, которые нашли где-то клочок из Библии, то есть вырванную из контекста цитату «Задумались своим невежественным мракобесным умом и начали нести антинаучный бред, называя его красивым словом «духовность» или «живая вера». А после революции 1917 года было в порядке вещей, когда в красном углу рядом с иконами стоял вырезанный из газеты портрет товарища Ленина. Потому что в те времена Ленина любил и почитал народ раз в тысячу больше, чем сейчас царя Николая II и президента Путина, вместе взятых. Буденовка и крест нашли суперсочетания. Ну, это историческая правда. Буденовки носили крещеные люди, красноармейцы, у которых, как правило, не было претензий к Иисусу Христу и к Николаю Угоднику, зато были претензии к служителям культа и к царю-помазаннику Божьему. А Бог дает людям свободу общественно-политической жизни и, судя по Библии, в том числе разрешает свержение своих помазанников, чтобы занять их место и самому стать, если не помазанником Божьим, то властью, данной от Бога. В одной из работ товарищ Ленин развил мысль Карла Маркса «Религия вздох угнетенной тварью опиум для народа» до использования религии для эксплуатации человека человеком. И довольно много духовенства поддержало и февральскую революцию, и октябрьскую революцию, потому что уровень жизни духовенства был очень разный. Прямо как сейчас. Кто-то на старом Жигули ездит, а у кого-то коллекция суперроскошных автомобилей. И распределение материальных благ среди духовенства несправедливое, а мракобесие злило в то время даже студентов семинарии духовной. Ну, прямо как сейчас. Потому что русскую православную церковь восстановили в морально устаревшем виде. В том самом морально устаревшем виде, в котором коммунисты отделили ее от государства, общества и образования. Помиссовка с православием, путинизмом и царизмом в медицине называется олигофренией. Принципиальная ошибка. Олигофрения – это умственная отсталость. То есть, когда ребенок не справляется со школьной программой. А смешение идеологий или неправильные выводы, как правило, делает какой-то профессор Чегота. Это скорее горе от ума. Человек не разобрался в основных принципах. Например, в силу того, что это не его сфера деятельности. Например, профессор физики, математики или чего-то квантового обещает про историю, начитавшись мемуаров участников событий. А умение работать с историческими документами у этого профессора меньше, чем у студента исторического факультета. Потому что он не был никогда студентом исторического факультета. И не научился многому. Какие страшные оба! Группа комментариев про нашу внешность и одежду, как правило, смеются или хейтят. А мне пофиг. И мне пофиг. А мне пофиг. Мы же не деньги, чтобы всем нравиться. Точно. Пусть хоть чем занимаются, лишь бы сидели на своей территории. Они же этот бред вещи насаждают всем. Ну, лично мы никому ничего не навязываем. Мы просто делаем контент и публикуем у себя на ресурсе. Нас цитируют, кому наш контент нравится, а мы не возражаем. Типичный электорат Путина. Комплекс автопных комментариев про президента Российской Федерации и политику России. Мы считаем Путина талантливым политиком, ну, хотя бы потому, что он держится на своей должности в несколько раз дольше, чем это положено. Но он не защищает экономические и политические интересы большинства граждан своей страны, потому что на дворе капитализм, то есть диктатура мирового капитала. Мирового, друзья! Я помню, они песни группы «Бабушка» и ансамбль «Христа спасителя» обозревали, как мне показалось неиронично. У нас богословское образование, и мы на полном серьезе рассмотрели эти песни с точки зрения христианского богословия, потому что там упоминалась тема церкви и Бога. Это бомжей нарядили. Блокер на бомжах канал сделал. Он их финансирует. Они хрень под дудку несут. Если надо драться, начнут. Если так, то где нам получить гонорар? Подскажите Христа ради, друзья мои. Мы независимые блогеры. Заходите к нам на прямые эфиры по пятницам с 21.00 и допоздна, чтобы убедиться в том, что мы самостоятельные. Стримим мы на ВКонтакте, на Ютубе, на Твиче, на Трово и на Яндекс Дзен. Плюс отдельный смартфон вещает в пародию на ТикТок, соцсеть ЛАЙК. Это, видимо, день влюбленных спецучреждений. Грустно. Это называется художественная самодеятельность. Весело. Это шедевр клинжатины. А мне пофиг. И мне пофиг. А мне пофиг. А это же православные стримеры. Смотрел их стримы Астры. Да, было дело. Нас и по телевизору иногда показывают, и популярные блогеры репостят. Но мы об этом узнаем самыми последними. Поэтому всегда рады, если где-нибудь нас опубликуют и кто-нибудь расскажет про то, где нас опубликовали. И пришлет нам ссылочку. Астру мы очень любим передавать ей обнимашки от платочков. А что, счастливую семью можно на зло кому-то создать? Это наша сатирическая реакция на мракобесные поучения священников на тему, как надо жить семейной жизнью и спасать Россию через семейную жизнь. На самом деле, на зло своим бывшим или на зло родителям иногда женятся и выходят замуж. Результат бывает самый разный. Нам, как семьеведам-любителям, близка эта тема. Зачем в психдиспансере Буденновке? В современных психдиспансерах часто есть целая театральная студия с реквизитом и используется для лечения некоторых психических заболеваний, социальной реабилитации, работы с психотравмами. Эту Буденновку нам продал Воин Торг на ВДНХ к 23 февраля. Не помню, какого года. На самом деле, очень вменяемые люди, просто чудики, но очень разумные. Спасибо! Любимые, мы не комплексуем и используем это в циническом образе. А мне пофиг. А мне пофиг. Ура! Узнаем наших любимых зрителей! И желаем им, чтобы всегда, когда хочется присесть, рядом был мягкий пуфик, чтобы сесть на него и сказать от души, а мне пофиг. И мне пофиг. А мне пофиг. Далее, порция комментов на тему спецоперации, много букв и агрессии. Пока идет военная движуха, правдивой информации нет и быть не может, потому что работает разведка и контрразведка, пропаганда и контрпропаганда с каждой стороны. И за несколько веков до Рождества Иисуса Христа мудрый китаец Сунь Цзы сказал, война это путь обмана, поэтому правды не ждите, пока все не закончится. И то откроется не сразу. Да, когда все закончится, то историки будут работать с архивами с разных сторон, от разных государств и анализировать. Журналист расскажет только то, что ему покажут военные, а покажут ему то, что захотят показать, а главный редактор пропустит в эфир то, что ему разрешат пропустить в эфир. Поэтому в вопросах про спецоперацию у нас офигизм через букву Z, то есть отсутствие интереса к контенту на эту тему. Нам интересна военная история про войны прошлого, потому что там открыты архивы, проведены исследования документов с разных сторон конфликта, и военная история это самое интересное в истории. Далее порция комментов с оскорблениями по национальному признаку. Мы категорически против того, чтобы считать одну нацию лучше или хуже другой. Это антинаучно, это аморально и это противозаконно, а самое главное бесполезно. Только не православные, антиправославные сатирики. Мы по религии православные христиане, мы в отличие от наших оппонентов, в том числе и рясоносных оппонентов, не только имеем богословское образование, но и не боимся размышлять на религиозные темы, опираясь на знания догматического богословия. И мы отличаем догматы вероучения от мракобесия из серии ОБС Одна бабушка сказала или Один батюшка сказал Типичные верующие Кто-то верит в Бога, кто-то в коммунизм. Религия это мировоззрение, основанное на вере сверхъестественное. Бога и загробную жизнь невозможно исследовать с помощью науки. Невозможно по-настоящему умереть полноценной смертью мозга, посмотреть, что там, потом вернуться и рассказать. А вот коммунизм это вполне себе естественный и хорошо исследованный общественно-политический строй. Далее группа комментариев просто хейт и выражение негативных эмоций. А мне пофиг. И мне пофиг. А мне пофиг. Встретил эту парочку возле МЦК Ростокина. Некоторые прохожие узнавали и фотографировали с ними. Да, нас часто узнают на улице и с нами фотографируются. Мы не возражаем, наоборот, просим выкладывать фото с нами, чтобы добавить в друзья наших зрителей. У нас во ВКонтакте есть даже специальная группа АМНЕПОФИГ, которая ищется по хэштегу АМНЕПОФИГ. АМНЕПОФИГ. Мы ответили на наиболее интересные комментарии. Их там больше тысячи. Просим всех, кто видел контент с упоминанием нас, присылать там ссылочки на него, чтобы мы могли прочитать комментарии зрителей и ответить на них на своем ресурсе. Спасибо, любимые. Спасибо за комментарии, друзья мои. До свидания. Спасибо за интересные комменты.